Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте, Лариса Будем работать Здравствуйте Коллега Ты тоже, что ли, астролог, коллега? Нет, но я тоже могу впасть в астрал Девчонки Вы что, это сделали все своими руками и вырастили все сами? Да, все своими руками Лена И все домашнее Лена И это нам все насовсем? Смерть в диете Ну давайте я буду показывать Какое счастье И огурцы, и яблочки, и моченые Это все по случаю масляницы? Это блинчики с яблоками Блинчики с яблоками Лен Тебя класть? Нет Себе класть Я бы сказала, ложить Ох Ой, грибы, блин Огонь Сейчас Роза поест нормально Наконец-то поест хоть раз Лен, а с кем вы пришли? Я пришла с подругой Юлией И мамой Татьяной Валентиновной Говорят, что нужно посмотреть на маманю Матери глаза добрые На свою будущую жену в старости Скажите, большое хозяйство? Большое Вы матываетесь? Или нравится? Ну бывает Нравится, в основном нравится Да? Дочку не из-под палки заставляйте Смотри, как она сели это сет Я тебе Да А я курочка А в хозяйстве у вас что есть-то? А тебе какая разница? Масльца-то наша Ты-то при чем здесь? Сама же говоришь Это наша дружба народа В хозяйстве у нас две коровы Телята, поросята, куры Моя курочка Сама такая сидит Скажите, а мужчина придет в ваш дом Припашите, честно? Честно, да То есть вам мужчина должен не для любви быть? Нет И для работы тоже И для работы И банька есть небос? Конечно Банька, водохранилище А папка? Папка есть обязательно А что не пришел? Не смог с хозяйства А корова кто будет? А празднует Глупая ты женщина Коровы-то будут Коровы у тетеньки дуют А тетеньки не дуют? Скажите, а кто больше отдыхает? Вы или папка? Папа Скорее всего, папа Папка отдыхает Да, вот они мужчины умеют Вот так пристроиться Ну хорошо, а придет вот мужчина В ваш дом Вот такое хозяйство И на что его поставить? На дойку там На прополку Банки мыть Банки мыть Ну мы-то знаем, как мыть банки У нас целый цех У меня невестка Лыжница Брата моего родного Жена Вот здоровая Не то, что она худая Она здоровая физически Ну и конечно у нее там Огород, она все это солит Ей нельзя разрешать мыть банки Потому что она засунет руку в банку И она в дребезге Вот просто вот, понимаете Вот такая вот Тоже просто с молоком Симпатичная такая Смотри, где ты такая В теле В дулямах Ей такая, да Ничего Ну из деревни Еду я разложила Молодец А уточек чего? Раздали А что, подарки? Да, да, да Какая попрошайка Уточки? Они попрошайки, я хозяйственная А вы знаете, что утку держать в доме Это хорошо, это к деньгам А что там шевелится под ногами-то? А я Розе советую Грибочки запить молоком Это традицион Russian Правда? И ты прямо минут через пять Пойдешь отдыхать Я сейчас ею огурчики Леночка Скажите мне, моя дорогая А петушка-то покажи, где петух-то? Вы с петухом, что ли, пришли? Ой, там что? Живаго петуха, покажите Какая прелесть Какая прелесть Ну петушка заберетесь А потом они его не найдут Он сейчас забредет к Андрюшке Малахову А он быстро его приговорит Класс Класс, 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 класс Даже не знаю, чем удивить Как не знаешь? А козлов у нее нету У вас не было особых любовных историй? Нет Мало того, я хочу сказать, что вот на Розин как раз вкус Да, ой, прямо я Что вы девушка невинная Потому что не в ваших правилах до свадьбы Не-не Вот этим глупым делом заниматься Молодец Мама Спасибо Это она от страха или почему? Воспитание Воспитание А не жалко девчонку 27 лет? А что, наиграется и бросит? Другой будет Она другим наиграется и его бросит Это и есть жизнь Это называется опыт Порядок должен быть Правда, мама? Да Порядок А если выйдет замуж, а он какой-нибудь там будет криво Ой, а что в этом деле такого сложного? Действительно, что если его стрелять, что ли? Правильно? Лена Ну, хоть кто-то был вот для любви, для чувств? Ну, хотя бы целовались? Ну, были, но не получилось А почему? Вот расскажите свою самую такую историю Кто вам там сердце разбил? Ну, был один парень Мы с ним встречались 10 месяцев Ну, и вот не получилось Он не выдержал, умер, наверное От долгого, длительного воздержания Ну, как, я бы с вами быть И вас на баяне не поиграть на вашем? Нет, он предлагал замуж, жениться, но Поняла, что не моё А почему не получилось-то 10 месяцев? Почему не получилось? 10 месяцев, но это маленький срок-то ещё, да? Да маленький, конечно Ну, побольше бы получилось? Конечно А готов был жениться-то? Готов был Ну, в смысле, он и дом построил? Нет И работал, там, умел руками что-то делать? Нет, не умел Ну, ты какой же готовность-то? Только женилка выросла, и всё Мамочка, а вы с папой сколько уже прожили? 30 лет Счастлива? Да А отпустите, вот, влюбиться, допустим, в иноземца? С ума сошла Папка там грозится, если вдруг чего Куда папка там это собрался? Сам в Сибирь уедет Куда? Сам в Сибирь уедет Ага Я останусь сохранять подворье его А её куда? В монастырь Вот так Какой жестокий папка-то Правильно Сейчас сидит, наверное, у тебя как папку зовут? Сергей Васильевич Сергей Васильевич Сергей Васильевич Вот честное слово, ну, хорошая девочка Ну, в какую Сибирь вы уедете? Кому вы там нужны будете? Он сам в Сибири А в монастырь? А в монастырь, девочка, она что там будет делать-то? Какой вы жестокий Сань, ну что, нравится тебе? Это вообще как Саня-то Да? Саня? Саня? Что ты так завис, задумал? Надо сейчас поговорить, Дмитрий Лен, за кем пришли? За доброжелательным, за трудящимся, который не боится трудностей А радоваться когда жизни? Найдется время Ну, смотрите Послушайте, ну вот естественнее, когда ниточкой за иголочкой То есть жена за мужем А вы же хотите к себе его? Ну, это уже как пойдет Я заберу ее, и все у нее будет хорошо Нормально все будет, он тоже сделает Я оторву от мамы, от папы, и все будет там ровно Давай посмотрим, может действительно еще прям побежит, припрычка Ну, давай посмотрим Ублекаюсь рукоделием Вот вяжу вот такие салфетки Скатерти Ну, кто не любит вкусненько поесть? Вот иногда балуюсь вкусняшкой, блинчиками Это наше потомство Гаврюша Вот так мы проводим вечерние дойки Вот такая деревенская жизнь Скучать тебе точно там не придется, Антон Там, давай собаки подпевают, подзывают Петухи Не боитесь, что девчонки произрастают молодые Такие же красавицы, только им по 18 лет Не боитесь, что вот время идет? Мамочка, не боитесь за дочек? Да в деревне тоже никто не разбежал, собственно говоря Там как раз такие нужны Слушайте, а вот прямо все пьют-пьют? Большинство Среди своих никого, да? Может из-за того и пьют, что работы нет в деревне? Да потому и пьют Да потому что лентяя Лентяя А вот если вы так выйдете замуж, практически кот в мешке И что-то не задастся Как вы к родителям? Ведь не дадите развестись, девчонки? Не? Не жалко девочкам? Ну что значит? Перетерпим Ну я же терпела А что вы терпели? Что вам пришлось в основном терпеть в жизни от мужа? Ну, семейную жизнь вот такую Ну хорошо, а не выпивал? Ну, немножко там Не гулял? Нет Ну то есть вот вы терпели, бабушка терпела, ваша мама терпела и дочка должна терпеть Ну И нафиг она такая жизнь? В терпении же бесконечно Не она первая, не она последняя, как говорится Ничего, крест надо нести свой Куда же деваться-то? Ой, Тамарочка, а вы как считаете? Надо терпеть? Вы три раза замужем, я четыре Вы знаете, я думаю, что она человек, кроме того, что она терпеливый и упорный Она еще и чувствительная очень сильно У нее богатая интуиция Она очень музыкальна, понимаете? Она чувствует природу, чувствует животный мир И у нее невероятно любящая натура В перспективе это очень хорошая мама Да, а в хозяйстве что вам приносит удовольствие? Чем любите заниматься с удовольствием? Грядки полоть или корову доить? Ну вот что? Люблю корову доить А песни поете? Раз вот такая музыкальная Конечно, поем А какие поете? Давайте спою масленицу как-никак Какую? Веселую, еще не говорят, веселую давай Ой, то не вечер, то не вечер Мне малым мало спалось Мне малым мало спалось Ой, да во сне привиделась Как хорошо голос какой хороший, заметил? Да, голос очень хороший, красивый Песни народные Молодцы! И мужики сдохли в комнате Сказали, 27 лет, невинная Папка, если что, ноги выдернет, в Сибирь сошлет Как-то мы начали программу грустно Желайте Ой, да не вечер Мамочка, кого хотите? Вы-то заинтересованы Доброго, спокойного, уравновешенного, понимающего А если так получится, что Лена влюбится, а вам он не понравится? Понравится А если не понравится? Будете отговаривать? Постараюсь понравиться, что Лен, кого будете слушать? Сердце свое или родителей? Чуть-чуть сердца, чуть-чуть родителей Слушайте себя А я так скажу У нас в России чаще всего, я это не раз говорила Удается сначала замуж выйти, а потом уж полюбить В общем-то Поэтому сейчас нам первым делом замуж Ищем по достоинствам, которые у нас в семье пригодятся Особенно вашей А там-то за ласку, да за любовь, а что бы не полюбить? А что бы не полюбить, да? Но папа, мне кажется, не очень строгий, наверное, я так думаю Я считаю, что мужчина, конечно, должен быть сильный С характером стрельца и в то же время романтиком Романтиком, как рыба и стрелец Потому что вы, несмотря на то, что вы человек сильный и мощный Сами все можете Вам нужен мужчина, который обладает вот сразу несколькими качествами У вас Марс в стрельце, здесь же Сатурн и Уран находятся И они говорят о том, что вы много можете сами Но вам обязательно нужен романтизм Я сейчас выйду с заплаканными глазами Она же мне сразу влюбится Встречайте, Женика Здравствуй, Лена Меня зовут Антон И я рассчитываю, что ты будешь именно той женщиной, которая спасет меня от одиночества Это тебе Спасибо, очень приятно Пойдем Антон, 32 года Помощник руководителя в сельскохозяйственной фирме 10 лет посвятил аграрному производству Прочитал всю русскую и зарубежную классику Мечтает оставить след в российской истории Гордиться своим отцом Антон до сих пор не может понять Как его возлюбленная могла добровольно отказаться от завидного жениха С трехкомнатной квартирой и московской пропиской Надеется, что Елена знает толк в мужчинах А я вас блинчимаю Да, у Шанглона Вы-то о сельском хозяйстве О этом аграрном труде Знаете, не понаслышке Да, и что там Титанический труд Если не вложишь, ничего у тебя не произрастет Да, совершенно верно Труд очень низкомаржинальный Поэтому нужно делать Какой-какой? Маржинальный? Низкомаржинальный, да То есть низкодоходная Ликвидность у этого бизнеса Как и слабо он знает, а? Он всю литературу все классит Нет, ну там вот на свинине, допустим, 5% прибыли в основном Всего? Это не золото, да Это не... Серплинчик Вы меня сбиваете Вкусно? Огонь Ну, в общем, труд титанический, а доход мизерный Конечно, да Кроме того, труд Знаете, как на него можно сказать? Он правильный труд То есть вот мы работаем на земле, да То есть мы выращиваем реально зерно, которым... Из которого делают комбикорм, делают хлеб Антон, но это не то, что вы просыпаетесь вот с петухами И ну там землю пахать Вы же, наверное, все-таки организатор какой-то, да? Нет, конечно Ну да, я помощник руководителя А если на голову вот так вот взлететь? Антону смирить Да, ничего себе Да, я сразу прям... Не, ну, как-то ты не похож на... На аграре На аграре? Виноват Так он же заместитель директора Женишок, не волнуйся, не бойся Жену, будущую жену подмаслить надо Ну-ка, давай скажем хорошие слова Вы знаете, что это не наш праздник вообще, не христианский? Вот к чему сказал, да? Мы сидим здесь, ждем жениху Да вот придет сейчас, иначе только праздник А то мы едим что-то, сидим друг на друга, смотрим Вот, нет такого праздника И что теперь? А у нас есть Нет, есть он... Рассказывайте, не хватит нудить, хватит нудить Все, Машин Рассказывайте, да ничего страшного Вот даже гениальный астролог покрытнулась Скажите, пожалуйста, Антон, поедете к Елене? К Елене куда? Помогать, ну куда, в хозяйство ее? В хозяйство, может быть, и не поеду Может быть, и не поеду Потому что хватает тоже своей работы Ее очень много Заберете к себе, если сложится все? Да, проще, да, забрать к себе Чем вокруг двух коров ходить Давайте про любовь А девушки разделяли эту вашу тягу к земле? Какие попадались? Женщины, как правило, смотрят только на достаток То есть есть деньга, есть все хорошо у тебя материально А то, чем ты там занимаешься? Занимаешься там купи-продай Фьючерсами, там, бумагами целыми Ну, у вас же была одна девушка, которая не позарилась на вашу квартиру? Ну, была такая Значит, была нибудь, вот про нее расскажите Не про материальную? Вы знаете, что мне иногда кажется Что вот есть такие женщины, которые любят один раз и навсегда Вот мне кажется, вот она просто любила другого И она так и продолжала его любить Поэтому, я думаю, она меня просто не любила Поэтому у нас не получилось Он похож чем-то на ЛВЛС такого, да? Что-то в нем есть такое Ну, а не Альфонс Видно, что по выходным клубы, девочки Антон, а вот мы целомудренны Ждать сколько будем? Я вообще готов ждать вечно Было бы ради чего ждать Было бы... В вечности мы вас не заставляем Зачем вечности? Месяц можем подождать? Месяц, конечно Как вы отдыхаете? Я люблю спорт Спорт Я играю в футбол, хоккей Хожу в спортзал, бассейн То есть это для меня самый первый Лена тоже ходит в бассейн? А он у вас дома, да, есть? Недалеко А вообще на что любите тратить деньги? На что не жалко? Ну, вообще я люблю путешествовать Где были? Вот что на вас произвело наибольшее впечатление? Ну, вот в прошлом году летала в Италию Очень понравилось Ну, и так в основном Чисто так Для отдыха страны Таиланд, Египет Таиланд, Египет На Дубне будешь купаться А родители с вами ездят? Нет Не страшно, чем там дочка ваша занимается В Египте и в Италии? Я ей доверяю Да? Не страшно Хорошо Ладно, вы приготовили сюрприз? Сюрприз, да, конечно Приготовила сюрприз Давайте посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, сюрприз, да Открыт, рысаки Вперед, игривые Давай Вперед Вперед Давай, давай, вперед Вперед, вперед, игривые Давай, давай Вперед, вперед Не теряя подковы и пиццей, земля бьется. Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Вперед, вперед. Вперед, вперед, вперед. Спасибо, очень. Спасибо. Антон, хороший подарок. Сколько выперед они в масленицу лошадки? Не знаю, да нет, они трезвые, хорошие. Не попадали. Спасибо вам большое. Боже мой, боже мой. Прокажите в свою комнату, мы вас обсудим. Татьяна, что вы скажете? Хороший парень. Заумный какой-то, замороченный. Слушать не будем половину, половину слушать не будем. Что-то он какой-то прям неприветливый. Я ему тут блинами, а он говорит, нет такого праздника. Что ел тогда, сидел, если нет праздника? Мне бы отдал, я бы съела. Ну, не знаю, сейчас вот нам Тамара расскажет. На мой взгляд, абсолютно люди сочетаются. Потому что его Венера, на ее солнце, и поэтому засияют только чувства, понимаете, более ярким светом, если эти люди найдут общий язык, во-первых. Верьте. Во-вторых, здесь очень мощное понимание по душевному состоянию. Плюс ко всему, я бы сказала, даже физическая совместимость существует. Существует, вот что, собственно говоря, потрясающе. Она еще не знает, что это такое, о чем вы говорите. То есть совместимость в астрологии есть разная. Она бывает душевная, духовная, физическая. Вот у вас с этим человеком есть очень много совпадений. Не совпадений. 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 Ну, чем ближе вы общаетесь, тем больше будет привязанность, тем больше будет понимания. Вот так. И то, что говорят там, туда не поеду или сюда не поеду, поедут. И туда, и сюда все поедут. Какое счастье. А если, в принципе, он не захочет никуда ехать, вам тоже далеко не нужно. Сайт 2.тв. Там найдете то, что нужно. Леночка, у вас есть три бонуса. Общение наедине, семейная тайна и склет в шкафу. Что вы выбираете? Семейная тайна. Антон. Мы соблюдаем пост. Великий пост православный, да. То есть в этом году это будет 23 февраля начинается. Да. И поэтому я как бы даже требую, наверное, от своей второй половинки, чтобы она поддерживала меня в этом деле. И шла со мной между собой. А вы это поддержите? Да. Ну вот. А на своих-то огурчиках, яблочках и грибочках, чего и пост не держать, правда? Понятно. Спасибо большое. Правильно, правильно. Все правильно. Правильно живет и хорошие традиции. Малыш, ты слишком умел для нее, прости. Встречайте жениха. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Александр. Я решил сразу начать сюрприза и предлагаю покормить его вам. Спасибо. Александр, 28 лет. Завхоз на ферме. По образованию слесарь. Рос и воспитывался в монастыре. Мечтает построить дом, обзавестись хозяйством и купить трактор. Гордится тем, что из трудного подростка вырос в ответственного и трудолюбивого человека. Первая девушка не дождалась Александра из армии, вторая не захотела уезжать из отчего дома. Надеется, что Елена готова к серьезным отношениям. Боже мой, Александр! Я такого чуда не видела никогда. Ты посмотри. Боже мой, Боже мой. Козлик-то как в себя не придет. Козлик отличный вообще. Какой из них козлик? Я первый раз вижу воспитанника монастыря. Ну, это... К нам никогда не захоживали. Да я его это. Масленица Масленица Масленица. Давай, давай, я. Под Масленица будущую невестушку надо. Сажечка, а как вы там оказались? Я жил с бабушкой. А давай спросим, подожди, пока вы рассказываете, что это за сыр, скажите. А, значит, это поленца в зале. Камамбер и рикотта. Вы сами? Вы сами все это делаете? Нет, у нас есть Дмитрий, он сыровар. Вы этим зарабатываете или это, ну, так, для любви, для тела? Нет, этим зарабатываем, конечно. И для любви, и для тела. Мы этим живем. Живем, живем этим. Первый раз в жизни вижу живых сыроваров. Попробуй. Как вы оказались в монастыре, расскажите. В общем, жил я с бабушкой. Вот. И она как бы побоялась, что я пойду по плохим. А почему с бабушкой, а где родители? Ну, так сложилось, что папы я не видел. Мама была в монастыре тоже. То есть она самоверующая. А вы остались с бабушкой? Да, я остался с бабушкой. И когда, наверное, наступил тот самый жуткий возраст? Да, да. Меня решили отправить в монастырь. В монастыре, наверное, жизнь у меня была, ну, не такая достаточно обширная, как молодежь наша. Понятно, что никак у нас. И вот вы поступили в монастырь. И что в ваши обязанности входило? В мою обязанность в первую очередь входило в скотный двор. Там были коровы, лошади. Жёстко. Ухаживать. То есть учился. Доить также умею. А настоятель строг был с вами? Наказывал вас за провинности? Конечно. Или был с вами мягок? Ну, бывало дело, бывало наказывал. Убегал из монастыря? Нет, из монастыря я не убегал, потому что далеко было бежать. Полторы тысячи километров, тапочки сотрёшь, как говорится. Нет, он ещё так щурится такой. Сейчас я на него не иску. Нет, я всё равно чувствую, что она всё-таки зацепила её. Да. Нет, ты нет. Прямо зацепила, прям по касательной. Ты не зацепила, вот он зацепил. Прямо видно, смотри. Саша, а когда случилась первая любовь? Лет 15. Где? Там же. В монастыре? Да, там, то есть возле монастыря находится деревня. То есть деревенская девчонка? Деревенская, да. И что? Она простая. Я там жил до армии. Вас забрали в семью? Нет, я хотел как бы перейти, только после армии. Не дождалась? Полгода. Замуж вышла? Да, понравилась нами. Страдали? Был, да, тяжело. У неё тоже, походу, одна девушка только была. Две, он сказал. Ну, как у меня. Как у меня, у него как у меня одна. Как у тебя вчера? А как потом жизнь ваша строилась после армии? Встретил девушку. Как бы встречались, всё было хорошо. Ну, не хотела покидать свой семейный очаг родительский. Привязана была? Да, привязана очень. А почему вы там не остались? Ну, какая вам разница? Мне тяжеловато было. То есть надо, чтобы, допустим... Было своё. Своё, да. То есть не хотели быть под опекой её родителей? Ну, вот это тот сам примат. Ну, конечно, он не захотел, послушай. Но парень свободолюбивый, и вдруг... Да, я постоянно практически один поражил. А здесь, кстати, надо и хотел выяснить. Мы где жить-то будем? У меня будем жить. У меня будем жить, у меня. Смотрите, Саш, а вот Леночка, я думаю, что она вам нравится. Да, приятная очень. Да, но у них хозяйство большое, и они хотят, вот как и ваша барышня. У меня тоже большое хозяйство. А у вас что? У нас... Прям дом есть, да? Да. Ну, вот смотрите, видите, как естественно дочку, как бы вы ни любили, но вы почти до 30 лет её возле себя держите. Может быть, вам с батькой стоит всё-таки, вы знаете, как по-стариковски, ждать внуков и проживать свою жизнь. Отпустите девчонку. Если посмотрите, какой парень хороший, если заберёт к себе... А давайте посмотрим, как она собирается. Давайте. Конечно. Сейчас мы будем дырковать козлёнка. Иди отсюда, вот. Сейчас всё же мне нужно. Все любопытные. Как видно, все они с бирками. Мы сейчас покажем вам процесс доения. Точнее, процесс дойки. Называется бесконтактная дырка. Козу подводят. У каждой козы уже корм насыпан. Они сами подбегают. Запрыгивают на постамент. Происходит дойка. Это непосредственно молочка. Где производят козий сыр. Что там за подрывная деятельность? Ты смотришь меня. Это наш сыровар. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лен, ну смотрите, если у мужа такое хозяйство будет. Всё, оторвётесь? Объединимся. Оторвётесь от юбки? Я думаю, отдадут к такому жениху. Да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень вы мне нравитесь. Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Скажите только честно, дурных привычек нет? Нет, дурных нет. А вот татуировки откуда? Татуировки это сделаны были, опять же, в трудном возрасте, по глупости в монастыре. А что, у меня тоже три. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты-то сидела три раза, три фотки, а парень-то нет. Мама, думаю, будет за него. Ну, особенно папа тоже. Сюрприз вам уже подарили, но у вас осталось два бонуса. Что мы будем отпускать от жениха? Скелет в шкафу и минута наедине. Минута наедине. Мама, отпустите на минуту наедине? Скажем, отпустим, да. На минуту. Хорошо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Козочку забыли. Козочка, как вам понравился подарок? Да, очень приятно, так необычно. И сколько у вас поголовья? У нас 190 поголовьев. Сейчас в основном девочки интересуют. Ну и как вам нравится хозяйство? Мне очень нравится, потому что работа постоянная, выходных нету, а на всякую ерунду времени практически нет. Маленькая дурочка. Она выпила же, да? Она пустая, да. Она пустая, дурочка. Все, ей больше нельзя. А она из стакана не умеет пить? Нет, ей больше нельзя. Нельзя больше. А потом она же пьет козье молоко, а не коровье. А если ей дать коровье, что будет? Не надо. Будет несварение, жесткое почему-то. А вот у нас Роза грибы запивает молоко. Ну, так она же взрослая. Было приятно пообщаться. Спасибо. За подарок. Все, меняемся, парни. Спасибо большое, вы проходите в комнату. Все, назад. Смотри, ушла, платочек был на плечах. А вернулась платочек в руках. Целовались? Нет. Шутка. А что делали? О чем говорили? Общались про хозяйство. Ой. Понравился, Женик, рассказывайте. Понравился. А тебе, Роз? Мне нравится. Я люблю работящих. У меня батя был, сантехником работал. То есть такие правильные, простые. Вы тоже не артистка, как говорится. Короче говоря, они говорят, что с Женем. А мы ее, знаешь, забираем к себе на ферму вторым ветврачом. А звезды что, Тамара? А я вот думаю, что он человек внешне скромный, сильный, чувствительный. Понимаете? И очень привязан к месту, где он живет и где он работает. И так будет всегда. Всегда он будет требовать от женщины домашнего очага и традиций. У вас есть еще один жених. Проходите и знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Лена. Здравствуй. Поскольку в семье тяжести искать будет только я, прими такой от меня небольшой подарочек. Спасибо. Вот тебе баночка варенья, чтобы подсластить как-то семейную жизнь. Спасибо. Пройдем. Алексей, 24 года. Оператор в сети кофейных магазинов. По образованию плотник-столер. Занимается тяжелой атлетикой, любит гулять на природе. Мечтает завести шесть собак породы хаски. Предупреждает, что он слишком скромный мужчина. Первые отношения Алексея распались из-за отсутствия интимной близости. Вторые – из-за скандального поведения его избранницы. Надеется, что с Еленой он сможет создать гармоничные отношения. Леш, а почему у вас с этой девушкой ничего не получилось? Типа как с нашей Леночкой, утром деньги, вечером в стуле? Да нет. И, похоже, всему виной была моя скромность и стеснительность. Я очень скромный был раньше. А сколько вам было лет-то? 19. А я давай тебе все-таки масленица масляная под маслем будущей невестой. И заодно как раз цветочки тебе нам подаришь. Вот и начнешь. Цветочки-то нам? Конечно вам. Вот, увидишь. Друзья мои, помогут мне. Я так скромный. Сейчас я смелости придала. Так, он и цветы забыл подарить. О, это минус все, минус все. Ой, ой, ой. Все, все, все. Спасибо, спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо большое. А это нам с Тамарочкой на двоих. Ну так что там? Ну все, как-то получилось достаточно быстро. Ну как-то вот искра какая-то прям пробежала, похоже. В обоих загорелась. Нет, а с кем не получилось? Ты с ней? С секса с кем не получилось? С ней, да. С первой, эту девушку. Ну вы сказали, что вы ее не любили. Ну получается, что нет. А потом встретили женщину, которая была старше вас уже, с ребенком. Да, да, но это годом позже было. Вы в нее влюбились? Или она такая была просто учительница ваша? Ну и учительница тоже была в жизни, да. Я ее очень любил. После этих отношений я очень долго отходил. Достаточно длительное время. И ребенок к вам привязался? Ну да. А почему не женились на ней? Ну не тянуло похоже к этому человеку. Ну как-то не могу объяснить. Вроде любил, но как-то свадьбе не очень хотелось. Любил, но понимали, что старше, что ребенок. Голову ей морочили? Нет. Ну у меня характер еще был гораздо. По-стороже, чем у меня. Парень скромный. Спокойный. Терминатор. Скажите, а вот эта вот женщина с ребенком, она же была еще и гулящая. Оставляла на вас ребенка, а сама пропадала там, да? Ну это было не так часто, но это было редко. Ну какая разница, чьему даже это может быть один раз за жизнь случится. И тоже животом хорошего. Ну что вы, мальчишка молодой, сколько он был, 20 лет? Да, 20 у вас один. Ой, бедолага. А не рано ли жениться-то у нас? Невеста все-таки постарше вас будет. Сначала, конечно, надо узнать друг друга, а потом уже... Нет, ну естественно, сначала узнать. Но узнать на вот этом уровне, ниже уже нельзя. То есть душа, пожалуйста, ум, остальное после свадьбы. Готовы терпеть? Готов. Можно попробовать. Ой, а нравится невеста старше вас? Ничего не пугает? Да нет, трудности не надо бояться. А хозяйство? Ну, скорее всего, я думаю, что он из тех, кто может терпеть какое-то время. Но, по сути говоря, вот если посмотреть на карту, светлая очень душа у этого человека. Чистый, правдивый, не может скрывать то, что думает. Не, не то. Вообще не то. Ее вариант. Второй. Как зовут это у нас? С козликом. Себе же заберете? Наверное, да, скорее всего. А есть где жить? Ну, пока что нет. А где вы вообще? Откуда родом? Из черноголовки. Ну, это все здесь рядом? Да, рядом. А что, ну, пока вот это можно и рядом. Вот как раз с вами, так хорошо, рядом дом строить. Можно. Хозяйство привыкнуть пока. Хозяйство это что? Будет хозяйство. А? Его нет, оно будет. А, ну, может, так не встали и поехали. Какая разница, где будет? Вот сегодня что есть? На данный момент пока ничего нет. Да? Только автомобиль. Руки есть, мозг есть. А сюрприз есть? Сюрприз небольшой есть. Давайте посмотрим. Пройдем, пожалуйста, на сцену. Хочу подарить тебе не только символ этого праздника, но и сам праздник. Держи эту чудесную масленицу. Это тебе. Спасибо. Здравствуйте, гости, дорогие. Доброго вам, почтенеца, с хорошим настроенницем, с одинком вас ясным. Да с праздником прекрасным. И с древней праздником приходит, приходит праздник каждый год. Неделю поет он и кормит, и жить спокойно не дает. Все дни сплошное угощение, блины, ватрушки, пироги, от песен, плясок и нет спасения. Все веселятся от души. Ай да масленица, ай да ясная, знать пришла весна, весна красная. Эх, честной народ, нынче масленица у ворот, приходите к нам сюда, все гости, разомните ваши гости. Эй, подруги россияне, туни, пейте, мани, мани, подходите, подходите к нам, подходите к нам. Надо тоже выходить, слышишь? Блинов захватить, блинов захватить. Без нас сейчас танцуют. Есть у меня одна игра, целовальная, а она, а ну-ка, и пускай играет тот, кто игру мою поймет. Идем по хороводу, стойте в серединке. А сейчас остановились и хлопаем три раза. Раз, два, три, поверните голову, целуй, целуйтесь, целуй, три раза по русскому обычу. Так, вот голоса, вы становитесь в хоровод, а вы стойте, стойте, на месте, пошли дальше. Стойте, стойте, приготовились, раз, два, три, повернули головы, в разные стороны, не целуйтесь, руки жмете, в разные стороны, пожимайте руки. Идите в хоровод, пожалуйста, а вы стойте, пошли дальше. Зал, поворачивайтесь. Приготовились, раз, два, три. А из Кремля пришел приказ целоваться вам всю жизнь. А ну, целуй, видишь, невеста. Три раза, три раза, как поцелуй. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, ты целоваль на день, я так поняла. Да, целовальщики. Спасибо вам огромное. Вы такие клевые. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это было весело. Конечно, такие мужчины, как Леша, это, в принципе, подарок. Но особенно, мне кажется, вот для женщин взрослых, настрадавшихся, которые уже намучились с мужиками, с негодными. И вдруг вот такой пластырь любви, как Алексей. Вот просто лекарство. АПЛОДИСМЕНТЫ Они бы его оценили. Вот он бы осчастливил таких женщин. Вы балованная. Вы с балованной любовью мамы, папы, друзей. Хорошо живете очень. Вы Алексея не прочувствуете, не поймете. Не знаю еще. А вы вот женским своим сердцем что увидели, Татьяна? Я вообще за то, что я зятей любить буду и их жалеть буду. Я не то, что там с коровок преневоливаю. Нет, только что. А для вас важен характер зятей будущего? Или, главное, чтобы работящий был? Ну, хоть чуть-чуть. Должен быть мужской характер какой-то. Конечно, должен быть характер. Но есть у тебя характер. Это вы очень плохо его знаете. А вы его сломаете. Мне кажется, такого Лешка сломаете. Есть вот такие мужчины прекрасные, но с ними должны быть прекрасные, нежные женщины. Любящие. Ну, ладно, она тоже любящая, понимаешь? Мне кажется, что вы немножко вот увидели внешнюю сторону мужчины и его душу. Да, она очень сильно светится, потому что он рак. Луна в раке с Юпитером, света очень много. Но все-таки он очень сильный человек. У него сильный Марс. Он не без хребта. Он бывает вспыльчивый и требует свое. И он способен достичь того, чего хочет. Другое дело, что вполне возможно, не всегда и ненадолго хватает, понимаете, импульса. Ему нужно, чтобы дело было все время новым. Обновление какое-то. Поэтому яркая жизнь, яркий человек ему очень нужен. Сможешь отцу противостоять? Придется постараться, если такая возможность будет. Хотите узнать скелет в шкафу? Остался бы у нас. Правда хотите? Да. Есть скелет. И что? Вот паспорт. А давай позовем. Леш. Я не очень понимаю просто. Права, МКС. Все дело в фамилии. А, фамилия. Меня туда не устраивает. Фамилия не устраивает? А я не скажу. Я скромничаю из-за этого. Очень сильно. Мальчик мой, возьмите мою фамилию. Дарю. Даром. Безусловно. Спасибо большое. Серьезно, клянусь. Возьмите. Возьму, конечно, если вы дарите. Я даю. Если из ЗАГСа будут звонить, скажи, сестра. Отдаю. Не скажу. Не надо вам этот секрет узнать. Имеет право хотя бы раз самовольничать. Спасибо огромное. Я очень рад. Да, мой хороший. Иди, Леха Гузеев. Отныне навеку. У меня очень счастливая фамилия. Девчонки, а у нас ведь еще есть одно событие, помимо прихода Тамары на нашу программу. Василиса мальчишку родила. И у нас есть от нее видеообращение. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать. Это только кажется, что звезды далеко. Иногда они падают прямо с неба к нам в руки и остаются с нами на всю жизнь, делая нас очень счастливыми. Разрешите вам представить сверхновую звезду нашей семьи. Маленького сына Вячеслава Сергеевича Володина, который родился вот так, упал к нам с неба и сделан нас очень-очень счастливыми родителями. Я благодарен своей супруге за такой прекрасный подарок, который она сделала мне. Я теперь совершенно счастливый отец. У меня есть и дочь, прекрасная девочка, и теперь есть сын. Прекрасный, мужественный, молодой человек. Конечно, я очень скучаю. Я постараюсь вернуться в «Давай поженимся», как только смогу. Обещаю. Он такой сладкий. Я вам открою секрет, я уже была у нее в гостях. Это просто невозможно. Этот ребенок украл у меня сердце. Ну что, будем выбирать жениха? Будем. А я думаю, что, может быть, это, пока наши дамы-то думают, а мы ж масленицы не масленицы, как говорится, все-таки традиция. Женихи, выходите. Пускай честные споры, честное соревнование решит, кто же все-таки первый сегодня и кто получит нашу невесту. Выходите, женихи. А что, не сама невеста будет выбирать? Да. Все на сцену. Так. На масленицу были кулачные бои. И я вам предлагаю бой на мешках. И пусть сегодня победит сильнейший. Держи. Ну что ж. Внимание. На старт. Пошли. Пошли. Это что? По ближайку, на метки, на метки, на метки, мальчик. Я даже не знаю, кто из вас здесь победил. Все. А давайте мы сейчас выясним, как говорится. Так. Значит, первый у нас кто был? Как ты забыл? Антон. Антон, ну-ка. Победил Антон. Аплодисменты. Ага. Так. Победил Александр. Ага. Ой, такой хороший костюм. Алексей. Ты свой костюм. Я потом почищу. Не волнуйся. Алексей. Победил Алексей. Да. Ну что ж. Алексей, вам, невеста, победили. Честно, в бою. Да. А вам утешительный приз. А невесту опять забыли спросить. А, все, теперь быстро по своим комнатам мы быстро... Пойдемте, мальчик. Да, 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 да. Я вас пока спустраю. Татьяна, Юля. Ну, я думаю, понравился мне больше второй жених. Как-то вот ближе, больше совпадений Александр, мне кажется, подойдет Елене. А вам, да. Да, тоже будет. Е-мое. Ес, 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 ес. Саня. Роза. Ты знаешь, больше, конечно, Александр. Он такой работящий, уже, как говорится, порох-то понюхал сельскохозяйственной жизни. А Алексей, конечно, он рановатый. Мне одинаково. И Алексей, и Александр понравилось. Ну, согласна, Алексей. Хотя Лешка рвется в бой прямо. Ну, посмотри, как он расцвел здесь. Лучше всех дрался-то. Тихий, костюм, не пожалел костюм дорогой из пыли. Тихий, тихий, скромный, скромный. Но Леха Гузеев, я считаю, что было бы очень вам достоин. Алексей Гузеев лучший. Собственная персона Алексей Гузеев. Хотя и Александр нравится очень. Постарше уже соображается. Ой, не знаю, я бабу их взяла. В хозяйстве пригодится. А что звезды? Всех выбираем. На мой взгляд, конечно, вот эти три мужчины на А, Антон, Александр и Алексей, открывают для вас период, когда нужно А выбрать себе альфа-лидера в доме. Правильно? Ну и, конечно, не случайно эти три имени начинаются с первой буквы алфавита. Если говорить об Антоне, это рыба. Очень близкий, да? Но есть некоторое противоречие в его взглядах. Я бы сказала, что Александр ближе всего к душе. Потому что каждый из этих мужчин вам подходит. Ну, вы все-таки слушайте себя. Вам жить. Поэтому идите туда, куда вы решили. Мы вас поддержим в любом случае. И у меня такое ощущение, что на следующий юбилей вы будете с мужем. Вот прямо у меня чувство, что все это не просто так. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Илья. Мне 26 лет. Я учусь в Московской консерватории. В свободное от учебы время я пою в музыкальной группе. Езжу на гастроли. Горжусь тем, что в свои 26 лет я побывал в 28 странах мира. Ищу девушку, которая будет готовить невкусные завтраки по утрам. Будет обязательно брюнеткой. Будет встроенной. И будет разбираться музыкой. Я ищу тебя. Мы не знаем, выйдет Елена одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и давать ее поддерживать. Здравствуйте, Александр, еще раз. Мне бы хотелось с вами продолжить общение. Побольше как-то узнать друг о друге, пообщаться. Очень приятно. У нас есть пара Елена и Александр. И для нас поет Алексей Глазин. Наконец-то наступает весна. Встречай весну. Да здравствует весна! Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.